Всем привет, на связи Экосплей, и настало время вернуться в 1987 год. Это Мегамен. Да, знаменитая серия игр, которая берет свое начало в 1987 году. Конечно, у меня нет возможности подключить оригинальную игру с консоли, поэтому у меня тут есть Legacy коллекция из Стима, которая вышла в 2015 году. В данной коллекции представлены первые шесть частей игры. Начнем с первой. Я уже как-то играл в эту игру, поэтому у меня здесь есть возможность продолжить игру, но как-то я особо не горю желанием продолжать, поскольку у меня появилась замечательная возможность представить всему миру данную игру. Ну, здесь кроме самой игры есть куча всякого полезного материала, посвященного каждой из игры. Конкретно здесь можно даже узнать, кто такой вообще Мегамен. Давайте-ка я зачитаю. Изначально этот чувак предназначался для выполнения домашних работ, но его взяли, да и приспособили для боевых действий. Из него вышел отличный Мегамен, когда пришло время положить конец задумкам доктора Уайли. Так, Watcher, робот-разведчик, нападает на вторшихся противников, атакуя их лазерами. Его можно будет потом увидеть в процессе игры. Гибиол. Этот робот нападает на незваных гостей, проникших на базу доктора Уайли. Его можно уничтожить с помощью специального оружия. Камадома. Этот робот защищает посевы от вредителей. Киллер-бомб. Индустриальный робот взрывает предметы издалека, может нанести вам ущерб, если взорвется рядом. Джеринг-сизи. Заградительный робот, охраняющий опасные участки. Внимательно следите за его движениями, прежде чем напасть. Крейзи-рейзи. Робот-охранник. Если разломать его корпус, его голова отсоединится и начнет неистувствовать. Тоже можно будет на него посмотреть. Супер-супер-кютер. Сделан, по сути, из того же материала, что и резаки Катмана. Невероятно твердой штуковины, поэтому лучше к нему не подходить. Да, против нее бесполезно что-либо делать, поэтому лучше просто не приближаться. Скрюдрайвер. Типа отвертка. Изначально создавался для тушения пожаров. Отвертка для тушения пожаров. Отличная идея. Стреляет без остановки, поэтому лучше уничтожить его, пока он не добрался до вас. Снайпер-джо. Робот-охранник, как следствие, оснащен щитом, отражающим нападение. Создан на основе дизайна Протомена. Чанки. Небольшой робот, облаченный в пламенные доспехи. Избавьтесь от него, не теряя времени. Бегая. Этот робот следит за врагами. Сильный противник, обладающий высоким оборонительным потенциалом. Заморозьте его ледяным оружием, прежде чем напасть. И отхреновина. Она, короче, просто прыгает и пытается тебя раздавить. Пикельмен. Индустриальный робот, похожий на металл, но с руками и ногами. Нападайте издалека, позаботившись сначала о прикрытии. Фудхолдер. Этот робот предназначался для работы в лифтах. Его движение непредсказуемо, что не может не раздражать. Постарайтесь рассчитать время его выстрелов. Бластер. Стреляет в любого замеченного врага. Определите направление его выстрелов и нанесите удар из безопасного места. Бенбихейл. Робот-разведчик со встроенной камерой в глазу. Без устали закидывает противника бомбами с пикирования. Поэтому его стоит уничтожить как можно быстрее. Пепе. Робот-птица. Пеглого огня этой малютки никто не боится. Да он, собственно говоря, и, в общем-то, бесполезен. Бом-бом-бомб. Чего? Бом-бом-бомб. М-м. Мина с часовым механизмом, предназначенная для сноса зданий. Его нельзя уничтожить, остается только избегать, а, заметив, поблизости прятаться. Мамбу. Робот-разведчик. Его выстрелы разлетаются в восьми направлениях. Вы ждите благоприятного случая, чтобы напасть. На самом деле, вот их, как бы, картинки, они гораздо более детальные, более, так скажем, няшные по сравнению с тем, что есть в игре. Металлоиндустриальный робот. Его можно повредить только, когда он покажется на глаза. То есть, вот эта штука закрывается своей желтой каской, и мои выстрелы по нему просто неэффективны. Они просто отражаются или поглощаются, я не помню, что они точно делают. И его можно уничтожить только, когда он свою каску поднимает. Йеллоу Дайвил. Этот большой робот сделан из сплава с памятью формы, его компоненты всегда нападают в одной и той же формации, которую следует запомнить для эффективного уклонения. Копи-робот. Не настоящий мегаманд, созданный копировальной системой. Огневой мощи у него в два раза больше, чем у настоящего мегамана, стреляет в прыжке. Отлично. Тю-нор-один-пи. Изначально предназначался для мониторинга качества воды. Уничтожьте его с помощью громового луча или гипербомбы. Вилли-машин. Вэйли-машин. Уайли. Уайли-машин один. Этим роботом управляет доктор Уайли. Его огневая мощь только возрастает, когда уничтожается его щит. Смотрите, это сущее зло с лица земли. Восстановите мир. Так. Катман. Это один из боссов. Этот робот предназначался для вырубки леса. Его можно легко побить беглым огнем. Вроде как у всех такое мирное применение и все против меня. Айсмен. Этот робот был создан для проведения исследований на Южном полюсе. Уворачивайтесь от его ледяного сикача. Замечательно. Вовремя подпрыгивая на нужную высоту. Тоже один из боссов. Бобмен. Этот робот раньше расчищал землю под строительство вместе с Пятсменом. Обязательно наносите ему ущерб, прежде чем бросить ему гипербомбу. Тоже один из боссов. Файроман. Этот робот предназначен для утилизации отходов, управляет пламенем, температура которого может достигать 8000 градусов. От его огненного града нелегко уклониться, поэтому применяйте против него оружие, нацеленное в его самые уязвимые места. Элекман. Этот робот может управлять электричеством, является сильным противником благодаря отличной скорости и соответствующей мощи. Быстро избавьтесь от него с помощью оружия, нацеленного в его самые уязвимые места. Гатсмен. Робот, расчищающий землю, отличается крепким телосложением, с ним легко справиться. Главное вернуться от камней, которыми он китается. Тоже один из боссов, как и Элекман. Аааа, хорошо. Хорошо. Назад. Что там в музее? Давайте сходим в музей. Production Art. Эээ. Прикольно. Так. Ну, собственно говоря, это то же самое, только в профиль, в вид. Классно нарисовано, конечно, но в игре это все выглядит... Это Катман. Вот он так кидает свои кусачечки. А, нет, вот Катман. А это че? А, это типа, когда Мегамэн принимает форму Катмэна. Так. Доктор Лайт, Доктор Вилли, Вайли, Элекман, Файермен, Файерсторм. Это Мегамэн в форме Файермэна. Так, Фудхолдер. Так. Это Мегамэн. Мегамэн в образе Бомбмэна. Мегамэн в образе Айсмэна. Это какая-то Камадома. Замечательная. Так. Очень красочные, сочные арты. Какая-то Ролл. Так, вот эта вот отвертка странная. Снайпер Джо. Да, он нам тоже будет встречаться. Чувак со щитом. Мегамэн в перевоплощении этого Гатсмэна, по-моему. Мегамэн в образе Элекмэна. Так, эту штуку тоже потом увидим. Более подробные характеристики персонажей. Тут уже по цветовым раскраскам, так скажем. Короче, Legacy коллекция сделана, можно так сказать, с большой любовью. Очень подробно всё здесь описывается. Очень качественно. Очень хороший саундтрек. Короче, столько восхищения вызывает то, как это всё сделано. И концепт-арт, и эскизы, и рекламные материалы. Вот, это очень странная обложка. Вот этот мужик, он весьма странный. Тут надо, короче... Вот так. Окей. Вот, теперь курсор не виден. Отлично. Так. Ну, вроде бы тут всё. Ну что ж. Начнём, пожалуй. Играю я на джойстике. Фишка игры... Мегамэн в стимовской версии, это то, что здесь есть такие фишечки, как вообще сохраняшки и перемотка. То есть, если что-то не получается, то ты этот момент назад отматываешь и как бы не загружаешь сохранения предыдущие. Это, конечно, весьма читерские, но что уж поделать. Для меня в текущем виде это вообще просто манна с небес. Поскольку я уже достаточно давно играю именно в компьютерные игры, то играть на джойстике мне уже сильно непривычно. А играю я сейчас на джойстике. Так. Что ж. 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 Фишка в том, что выбирая босса, необходимо как бы планировать то, что силы этого босса ты потом применишь против следующего твоего врага. То есть, вот, логично, что я, одолев файромена, использую его силу против айсмана. А победив, допустим, какого-нибудь там бомбермена, я смогу использовать против гацмана. Все ж вроде логично. Но я этих фишек уже так особо не помню, поэтому с кого начинать первым я не помню. Давайте начнем вот с кутмана. Можно? Да, спасибо. Что там? Пауза. Окей, пауза работает. Это что? А, вот, кстати, тут можно сохраниться. Сейчас меня тут важная информация интересует. Да, отлично. А это что? Это про что? Это как? Это что за инфа такая непроверенная? Кто стучится в дверь моя? Опять соседи? Странные какие-то звуки вокруг меня. Прям аж стрёмно. Ну, ладно. О, нифига себе. Что, серьезно, что ли? О, это надо будет потом заценить. Я вот просто залез посмотреть, какие еще игры были разработаны компанией Capcom, которая разработала целиком всю серию игр Mega Man. И здесь такой достаточно приличный список, с которым необходимо, я так думаю, ознакомиться будет. Поскольку уж я тут обозреваю, играю, let's play you, старые игрухи. О, это надо обязательно тоже посмотреть. Ну, вот, например, тоже это целая серия игр Street Fighter. Один видос про первую серию у меня уже есть на канале. Что у них тут еще такого интересного? Игр много, но так, чтобы прям на слуху они были. Так, ну вот, серия игр Mega Man. Про что еще вы можете знать? Devil May Cry. Да, по-любому слышали. Так, что еще? Куча Mega Man. Resident Evil. Evil. Resident Evil. Так, что еще? Chippa Dale. Прикольно. Черный плащ. Double Dragon. Утиные истории первые и вторые. Чудеса на виражах. Аладдин. Опять Mega Man. Просто куча мегамэнов. Так. Так, так, так. Куча Street Fighter. Куча Resident Evil. Че-то там про людей X есть. Так. Просто куча игр я вот сейчас листаю, листаю. И они никак не заканчиваются. Ну, по большей части, они просто на разных платформах друг-друг повторяют. Ну, основные я вроде как написал. Тьфу, написал. Продиктовал. Ну, и для таких особых ценителей-знатоков, у них даже есть несколько игр по вселенной Jojo Bizarre Adventure. Ладно. Возвращаемся к этому. Давайте перепишем. Сразу сохраняшечку. И поедем дальше. Тут, кстати, как-то можно выбирать его форму. Ну, собственно говоря, вот в этом меню, по-моему, выбирается его форма. Как ты стреляешь? Это серия стреляет. Это прыжок. Это по одному. По одному кидают. Это как? Это вверх, это вниз. Ну-ка, подожди. Так. А ты стреляешь только... Ага, понятно. Ну, вот, собственно говоря, вот этот вот летун непонятный. Так, давай ты не будешь меня это... Я тебе говорю, ты давай не будешь меня. Спасибо. Ага. Пополняшка. Кпшки. Вот это вот фигня, которую надо подловить. Вот так. Хорошо. Потрясающе. Так. Кстати, про отмотку времени. Где-то она у меня тут... Так, это пауза. Как ее отматывать? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да ё-моё. Отмотку времени покажи мне, пожалуйста. Ти-ща. Вот типа перемотка. Че перематывает? А, это вот была пауза. Вот он типа назад отматывает все мои действия. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ну я, короче, показывал тебе перемотку, как это все делается. Да, читерство. Но это и не консоль, где у тебя всего лишь там... Какое количество жизней? Где всего две жизни. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Кстати, почему-то вот... Респавниться заново враги. Так, ага. А-а-а-а, ты ж. Ладно. Пофиг. Давай. Так, не дал ему выстрелить. Ладненько. вот когда эта штучка закрывается стрелять не получается опа опа и шарики просто дают очки так тут нам сейчас накидают по щам на вот эти скрюдриверс о хп если честно без вот это вот описание которое здесь приложено я бы ни за что не знал как этих врагов вообще зовут на приставке я в эту игру играл просто кучу лет назад как говорится я был там три тысячи лет назад но и проходил я ее целиком тогда собственно говоря как и уже и в стимовской версии конечно этим хвастаться уже не так интересно смысла чё ты поскольку в стимовской версии здесь вот эти всякие читы возможны и с перемоткой с сохранением а это что такое что ты взял так этого я трогать не буду но его нафиг этих тоже пацанов трогать не буду увлекательно просто потрясающе и как ми его убить а ну так ну ладно почему-то издалека как-то эффективнее что ли это все происходит не буду задерживаться я все-таки хочу за эту серию хотя бы одного противника завалить сейчас такая фигня какая-нибудь полетит да вот она лететь лететь тихо вот так тебе сейчас опять полетят ссори 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 не не полетели так чё надо сделать нет не то и где вот чё правильно сохранить д то мало ли чё не нененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененен моё да иди ты так вот это прыгающая херня ой 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 как я говорил она только пытается тебя задавить и все ой ой ну так-то и возможно и не дойду да ё-моё то все иди ты так ну вот собственно говоря потерял жизнь у меня как бы это и надо было сделать поскольку я бы с тем количеством хп который у меня было все ровно не дошел никогда да ладно не жалко все отстань отстань пожалуйста так ну что ж кутман кутман можно просто не давать ему подходить к себе этот 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 а одной штучки не хватило да ну не хорошо хорошо ё-моё как напряжно тогда как напряжно я вот тут бы и сохранится да я думаю да ай-яй-яй-яй да иди ты нафиг а тут короче можно так вот сделать оп 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 смотрим 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 читерства да отлично ох ты ж так окей отвалит меня ты не заставишь меня тратить еще одну жизнь нет 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 я лучше сначала начну короче как ты тремя шариками против него биться не очень хорошо мне не понравилось вот так вот и напряжённенько напряжённенько читерские но я это сделал да дальше так что сохранимся сохранимся и тогда на сегодня закончим следующий раз продолжим так интересно чем я там по жизням надо посмотреть так как я сделал я сделал я сделал сейчас ответ загружу от этого пацана например и просто посмотрю сколько у меня жизни у меня 0 жизни ну ладно я не знаю на что это отразится если чё следующий раз тогда ну по быстренькому заново этого кацана победю побежду одолею а пока что всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем до следующей серии